Ну я скажу, когда выключать, что он снимает? А что я не вижу? Потому что надо... Привет всем, очередной выходной в субботний день. Команда Patriots. Несмотря на ужасную погоду и плюс один снег, который сейчас временно прекратился в Москве, мы все равно собрались в скучном саду, чтобы потренить. И сегодняшнюю тренировку мы посвятим возвращению брусьев. Поскольку всю зиму ни я, ни Саня, брусья вообще не тренили, мы решили, что пора, пора потихоньку их восстанавливать. Так что сегодня поделаем нашу любимую лесенку по десяточкам. Сегодня чуть плохо сейчас остается. И что холодно очень. Надо долбить базу и болтать, чтобы видосики были смешными. Итак, я врач, но я как-то ушел в сторону исследований. Так что теперь занимаюсь эпидемиологией. Никто толком не знает, что такое эпидемиология. Это наука о том, как мы узнаем, хорошо для нас что-то или плохо на самом деле. И лучше всего это объяснить на примере науки, которая скрывается под безумными газетными заголовками. Вот вам некоторые из них. Это из Дейли Мэйл. В любой стране есть подобная газета. Такое ощущение, будто в ней разрабатывается странный проект про разделение всех неодушевленных предметов на те, что вызывают рак, и те, что его предотвращают. Вот некоторые причины рака, которые там недавно назвали. Развод, вай-фай, туалетные принадлежности и кофе. А вот то, что, по мнению газеты, предотвращает рак. Сухари, красный перец, лакрица и кофе. Уже налицо некоторые противоречия. Кофе и вызывает рак, и предотвращает его. Если немного почитаете, то поймете, что за некоторыми вещами, возможно, есть некий политический подтекст. Так работа по дому спасает женщин от рака груди, а шоппинг может сделать мужчину импотентом. Ясное дело, что нужно начать разоблачать ту науку, которая за этим стоит. И я как раз надеюсь показать, что опровержение беспочвенных заявлений, разоблачение доказательств, которые за ними стоят, это не какие-то вымученные придирки, а общественно полезный труд. И также чрезвычайно ценный способ объяснить, что есть что. Потому что настоящая наука заключается в критической оценке доказательств чужой точки зрения. Именно это можно увидеть в научных изданиях. Именно это происходит на научных конференциях. Диспуты после представления данных превращаются в лютое побоище, и никто не против. Мы активно приветствуем это. Мы согласны на интеллектуальный садомазохизм. Я хочу показать вам основу основ дисциплины, которой я занимаюсь. Доказательные медицины. Я буду объяснять вам, как все это работает. Исключительно на примерах тех случаев, когда люди неправильно понимают какое-либо заявление. Итак, начнем со слабейшего известного доказательства. Авторитетные заявления. В науке не важны ваши ученые степени. Нам важно знать, какие у вас есть основания верить чему-либо. Причины, по которым вы считаете, что что-то для нас полезно или вредно. Но авторитет нас не очень впечатляет, потому что за ним может ничего не стоять. Это доктор Джулиан МакКитт, кандидат наук. Или, если указывать все ее реальные научные степени, просто Джулиан МакКитт. Опять же, в каждой стране есть такие. Она телегуру о диетологии. В своих программах, которые занимают немалую часть прайм-тайма, она щедро раздает экзотические советы относительно здоровья. Оказывается, она получала степень в каком-то неаккредитованном американском ВУЗе. Также она хвастается сертификатом члена Американской Ассоциации Консультантов по диетологии, что звучит очень гламурно и захватывающе. Сейчас вообще можно без проблем получить какой-либо диплом. Этот, кстати, принадлежит моей покойной кошке Хетти. Мерзкая была кошка. Вы просто заходите на сайт, заполняете форму, даете им 60 долларов, и сертификат приходит по почте. Есть и другие причины, по которым я считаю эту даму идиоткой. Она, к примеру, утверждает, что нужно есть темно-зеленые листья, потому что они содержат много хлорофила и насыщают кровь кислородом. Любой, кто хоть немного помнит школьную биологию, знает, что хлорофилл в хлоропластах вырабатывает кислород только на солнечном свету, а у нас в кишках темно, даже если съесть кучу шпината. Нам нужна настоящая наука и адекватные доказательства. Или вот еще, например, красное вино предотвращает рак молочной железы. Берем газету и видим довольно приличную научную статью. Это описание изменений в одном из ферментов. Когда вы капаете какое-то химическое вещество, добытое из кожицы красного винограда, на раковые клетки, в пробирке, в какой-то лаборатории. Вполне подходящий материал для научной статьи. Но что касается ваших шансов заболеть раком груди при условии, что вы пьете красное вино, то тут все как раз наоборот. Оказывается, чем больше алкоголя вы употребляете, тем выше риск развития рака молочной железы. И так нам нужны исследования, актуальные для живых людей, а не лабораторий. Вот другой пример. Пишет ведущий диетолог Великобритании из Daily Mirror, второй по продажам газеты в нашей стране. Австралийское исследование 2001 года показало, что оливковое масло в сочетании с фруктами, овощами и бобовыми дает видимую защиту от морщин. Затем они советуют вам, ешьте овощи с оливковым маслом, и у вас будет меньше морщин. И следом приводят ссылки на источники. Итак, ознакомимся с этими источниками и соответствующими исследованиями. Очевидно, никто не может вернуться назад в 1930 год, взять всех людей, родившихся в одном роддоме, и заставить половину из них есть овощи и оливковое масло, а другую питаться в Макдональдс. И потом сравнить, сколько у кого морщин. Приходится рассматривать, как люди выглядят сейчас. Конечно, вы обнаружите, что люди, которые едят овощи и оливковое масло, имеют меньше морщин. Но это потому, что люди, которые едят фрукты, овощи и оливковое масло, они чокнутые. Они ненормальные. Они как вы. Они приходят на мероприятия вроде этого. Они утонченные, богатые, реже работают под открытым небом, испытывают меньше нагрузок, более обеспечены, меньше курят. Так что из-за целого ряда взаимосвязанных социальных, политических и культурных причин у них появляется меньше морщин. Но это не значит, что у них нет морщин благодаря овощам. Повтори свой вопрос. Повтори свой вопрос. Вон, вон, не раненый. Сань, зачем такой маленький отдых между подходами на обтимание? Я не люблю повторить одни дни. Заткнись и отвечай. Потому что маленькое количество. Для тебя это маленькое, для других, как мы видим, это большое. Но и вообще это перенагружает, веще ли, в сердечную систему. Да ничего, тут же ничего такого, кардио нет. Каждый работает... Это как-то биение белое. Каждый работает в своем тейнке, если он чувствует, что... Это же не бег, где надо там бежать. Ты же садник, ты же говоришь, что мы меньше отдыхаем. Вот так прошли, один круг сразу... Но они же не бегут. Они так неторопливые такие. Ну, это очень мало. Такие... Количество повторений. Такие... Такие... Ой, сейчас на брусе залез. Сделал такой неторопливый, такой слез. Такой ладно, еще куда-то себе делай. Понимаешь, здесь они такие... Быстрее, быстрее. Так, сейчас сейчас 8 из бурды. Так, теперь 300 приседаний. Быстрее, быстрее. А теперь можно отжиматься. Ну, вот это нагружает, черт. А такие неторопливые, ленивые тренировки, они не нагружают. Я не остался. Отдых, конечно, маленький, но для этого есть суть. Чем меньше отдых, если ты сделаешь таким отдыхом 40 без ногтей, с большим отдыхом 40 ты точно его сделаешь. Короче, я не согласен. Ну, у каждого просто... У меня очень большая надзывка, наверное, на сердечном теле. Это чуть-чуть давление, вообще, чуть-чуть жутко. Ну, у меня вот только из дыхания не хватает. Хотя при таких тренировках, не знаю, нет у меня такого. Читерская техника на брусье, как можно делать, очень много. Сейчас мы вам расскажем о ней. Надо сделать такую предысторию, чтобы пишешь на канал, только после этого... Пишешь на канал? Так, если что-то... Перешли столько-то денег по этому... Чтобы увидеть это видео, пишешь на канал. Полная версия. Знаете? Да, я полная версия отхил. А вот чтобы сделать сто раз в брусьях, нужно... И там вообще... Полная версия, в брусьях. За 300 рублей. А против смс на новую за счет. Да, ребят, донатьте активнее, донатьте. Это же твич, это для нищебродов, которые пишут донать. В общем, здесь в первый раз не сделал, да? Здесь не крутые техники. Это, конечно, лучше все показывать мне в балахоне, но я думаю, вы поймете. Я, конечно, могу вы все это? О, да. Алик, запрыгиваем наверх. Некоторые я заметил, в том числе ты, ты, Серег. Не запрыгиваешь. Почти все, короче. Много кто, кроме тебя, ты только, кажется, научился, но, конечно, самое главное, вы не отдыхаете, вы стоите силой. А там есть секретная техника, это труба, и срочная шестаточка. То есть вы вот стоите вот так. Руки постоянно напряжены. Так не отдохнешь, допустим, после 60. Вообще взорвешь. Техника вот. Плечики у ушей, локти вперед, и вес немножко назад. Получается, у тебя полностью, вот, ты как на ногах стоишь. Да. То есть, потому что, если ты стоишь вот так, у тебя нагружены плечи и трапеции, а это сделало там 50 или 60, эти плечи и трапеции у тебя, он же не рабочий, и каждую секунду для тебя невыносимо. А так у тебя и наоборот отдыхают. У тебя получается, что вот, у тебя нагружаются локти и плечи. То есть техника по суставам бьет, поэтому аккуратнее с ней. Да, техника бьет по суставам, поэтому надо с ней аккуратнее. То есть, ну так, взял, встал, главное, размеренное дыхание, то есть, ну, чтобы оно не сбивалось с вашим темпом дышки, там оно так долго, на самом деле, стоит. Потом плечи вставил, так можно, и пошел. Допустим, там пять сделал, опять вес чуть назад, плечи и ушей, стоишь, отдыхаешь. Суть еще, когда стоишь, когда стоишь силой, крылья в твой трицепс не стираются, а когда стоишь вот тут, ты как бы вот так немного на крылья так упираешься трицепсом. Саня, вопрос. Вопрос. Почему мы знаем об этом только сейчас? Потому что... Спустя полгода тренировок с тобой, в моем тренировке. Рано вам больше. Потому что, чтобы использовать эту технику, давай хотя бы суставчики приучим. Если человек, который не умеет раз десять даже отжиматься на брусе, какая ему эта техника? Он все локти разжимается. Он не умеет десять там сжиматься на брусе, ну-ка. Слушай, мы тебе в начале сезона говорим вот так. Теперь умеют все, понимаешь? Все теперь. Ну там не десять надо там раз тридцать, хотя бы сорок надо самому тащить, иначе ты просто угробишь себе суставы, если будешь неподготовленным. Как и кисти ты себе угробишь, и локти угробишь. Плечи не угробишь. Я уже давно могу сорок раз, почему я узнал вам так сначала? А вот локти угробишь. С ней вот реально надо быть поаккуратнее. Видишь, мы тебя готовим, это не все секретики, которые мы тебе расскажем в этом сезоне. Я еще знаю, что можно отдыхать и себя на турнике. Да, тоже. Выграешь ставочку. А об этом узнаете следующее сезон. Подписывайтесь на канал, и вы узнаете много секретов, как делать больше на турничках, на бочках. В общем, все понимают. Сможете удивить ребят во дворе количеством повторений. А это все на сегодня. С вами была команда Patreon, с Антоном, с Саня. И до встречи в детскучном саду в любую погоду. Снег, дождь, холод, не важно. Приходите и тренируйтесь. До встречи.